Это хайп серьезный. Там майонеза только здесь не хватает еще. Нас порвут. Всем привет! Значит, ко мне недавно приехал наш старинный друг Геннадий Мильч Вельховецкий. Он живет сейчас в Израиле и оттуда по пути, значит, с гостинцами решил привезти краба. Ну вот, привез краба. И сразу же рассказал мне историю про салат, который я вот вам сейчас сделаю. Значит, когда-то он давным-давно работал в посольстве в немецком и дружил с поваром, тамошним поваром, русским, который обслуживал немецкое посольство. Так вот, он делал совершенно удивительный салат из краба с рисом. Я буду сейчас все сразу же смешивать и параллельно рассказывать. Так вот, огурец свежий нужно обязательно нарезать кубиком, не очень крупным, для того, чтобы он ощущался во время поедания салата. Мы все знаем, что краб это очень сливочный такой морепродукт. Если вы его варите просто в воде, и рекомендуется его, конечно, варить в соленой воде считается такая практика. Она пошла оттуда, с Дальнего Востока, потому что, чтобы не тащить с собой пресную воду, рыбаки отваривают краба в море, нагревая морскую воду, ошпаривают его. И поэтому он в меру соленый, ну и, соответственно, получается отваренным, потом его замораживают и привозят сюда. Так вот, в общем, эти клешни краба должны смешиваться с рисом. Рис у меня есть. Риса должно быть немного. Как варить рис, мы сняли ролик, ссылочка есть в описании, кто не видел, обязательно поглядите. Значит, вот у нас рис, вот эта штука. Потом берем краба. Ну, в итоге, как бы он, конечно, не краб, а крабовые палочки, потому что этот краб из Израиля, вы сами понимаете, да, что... Ну, к чему я все уклоню. Значит, я его рву крупно, потом он будет еще перемешиваться, не хочу мельчить, пусть это будет так, знаете, красноватые кусочки с ощущением, что мы едим краба. Вот, значит, обязательно краба или... ну, его же в Израиле крабом называют, значит, пусть будет краб. Значит, краба должно быть много, а риса мало. В серединке находится количество огурца, которое, мол, типа, да-да-да, мы призваны только лишь освежить этот прекрасный салат. Самый хороший салат, который, самый хороший, то есть на него просто, там все приходили гости, съедали, в первую очередь, все было. Представляете, в советское время крабовый салат, ну, то есть количество крабов для гостей в немецком посольстве, вернее, в русском посольстве, в Германии, вот это были времена. Конечно, тогда, я помню, мне и отец рассказывал, что еды было много, есть полным-полно, там у меня даже взрослых друзей, которые говорят и утверждают, что в советские времена жить было лучше. Ну, все это относительно определенных вещей. В советские времена айфонов не было, да, доступа к интернету, к информации не было, тоже ведь определенный минус. Ну да, ходили все по линеечке. Я, конечно, в советское время застал буквально в своем дальнем детстве и помню только лишь, что когда папа работал директором пекарни, хлеб стоил тогда серый 18 копеек, а белый 24 копейки, а батон 22 копейки, нарезной. Дальше нужно сделать вот что, добавить сюда яйцо, потому что краб сливочный, яйцо сливочный, сливочный вкус имеет, рис сливочный, все это освежает огурец. А, мы же решили его назвать посольский, это салат посольский. Так, теперь, в зависимость, вот смотрите, 5 минут желточек, получается мягкий-мягкий, классный. Вот, теперь, сначала вдоль, потом поперек, режем яйцо таким крупным кубиком, потому что мягкое яйцо в смятку мелким кубиком порезать не удастся, он будет не кубиком, а кашкой. И вот, как раз, секретный ингредиент заключается вот в чем. Заправляется все это сметаной, но сметана, во-первых, должна быть густая, а во-вторых, она должна быть сладкая. Ну, имеется в виду не такой вид сметаны, которым промазывают коржи для пирога из черемухи, да, это не десертная сметана. Но, тем не менее, сахар там должен присутствовать, ну и так, скажем, довольно прилично. В общем, 3 щепотки сахара на этот объем салата. Я думаю, что, скорее всего, это нужно для того, чтобы подчеркнуть вкус вот этой сладости насыщенной, которая есть внутри салата. Я даже думаю, что с сахара побольше надо. Ну, ладно, посмотрим. Не нужно забывать про то, что соль тоже должна присутствовать. Можно, кстати, добавить сахарную пудру для того, чтобы не размешивать сахаринки, пока они растают здесь, пройдет время. И как только сметана стала сладковатой, вот вы должны прям почувствовать, что у нас сладковатая стала, теперь это все нужно быстренько приправить. Значит, в зависимости от того... Ну, следите за консистенцией, здесь не должно плавать все это. И сразу же, недолго думая, пора все это выкладывать в тарелку, пока у нас огурец не дал сок. Желательно делать все это очень быстро. Можно выкладывать по-савдеповски в кольце. Я решил отойти немножко от этого. В общем, крабов или крабовых палочек, еврейских крабов побольше сверху накладываем, чтобы было красиво. Так, дальше. У меня здесь подготовлено яйцо. Оп! Красивый желток. Ставим его вот сюда, чтобы яйца стало еще больше, когда вы его будете там вилкой разламывать. И как многие уже заметили, тут стоит баночка икорки, тоже она из нашего, зелененькая такая, с красненьким. Ой! Тоже из нашего детства. Сейчас уже никто в банках такую икру не покупает. Хотя, ну, наверное, покупает. Я, потому что... Ведь повар, я вообще вживу по-другому, в другом мире. Все, добавляем сюда икры. Для того, чтобы сладость контрастировала с вот солью, вот с этим вкусом. Чтобы все-таки крабовые палочки были как-то побогаче в этом салате, да? Это мое уже личное введение туда. Поэтому вот так оставляем, подаем. Это можно делать в большом тазике, если это Новый год или какой-нибудь другой праздник. Можно это всегда, если у вас есть рис, быстро-быстро настрогал для любимого мужа на стол. Ну, или на праздничный стол, но тогда придется выкладывать звездочками, квадратиками, колечками, кругляшками, тубусами. Ну, в общем, на ваше усмотрение, ваш креатив, моя идея. Приятного аппетита! Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, следите за нашими обновлениями, потому что у нас будет впереди много всего интересного.